Деловые новости 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 годом на 16,5%. В Черкесске под председательством заместителя правительства Корчаева-Черкесии Ирины Гербековой прошло заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического развития Корчаева-Черкесии, а также внесения изменений в закон о занятости населения России. Перед началом обсуждения состоялась торжественная церемония вручения наград. Орден за выдающиеся достижения получил заместитель председателя правительства республики Джанибек Суюнов. Это самая престижная общественная награда от российского экономического сообщества, отмечали выступающие. Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта в Корчаево-Черкесии Мурат Гапов подробно рассказал о социально-экономическом развитии региона и о планах по развитию промышленности. Как вы все знаете, Рашид Борисович Тимирезов объявил этот год годом развития промышленности. В этом связи в регионе запланирован ряд мероприятий, направленных на развитие промышленного комплекса республики. Такие как разработка, в первую очередь, региональной стратегии развития промышленности Карачаева-Черкесской республики. Этот документ будет разработан сроком на пять лет. Этот план развития промышленного комплекса у нас в регионе. Создание на территории Карачаева-Черкесской республики запланирован индустриальный промышленный парк. Мы уже видим заинтересованность от различных субъектов, от предпринимателей, бизнес-сообщества. По этому вопросу ведется работа. Также организация регионов крупных российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях и проведение конгрессно-выставочных ярмарочных мероприятий на территории республики. В сентябре это Карачаева-Черкесск продукт, в декабре форум легкая промышленность, курс на экспорт и также участие промышленных предприятий в работе Кавказской инвестиционной выставки, которая в первый раз будет проходить в мае этого года в Минводах, Минвод-экспо. Бывают случаи, когда собственники ранее учтенных объектов недвижимости по каким-то причинам не оформляют права на них. В управлении Росреестра по Карачаево-Черкесии журналистам привели статистику и рассказали о порядке документального подтверждения владения имуществом. В нюансах разбирался корреспондент Артур Мхце. Известно, что с 1 марта текущего года в России изменился порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Теперь получить эти данные невозможно без согласия самого человека. С одной стороны, дополнительная защита персональной информации. С другой, создание некоторых трудностей для организации работы ряда ведомств. В частности, региональное управление Росреестра для систематизации данных о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости проводит совместно с муниципалитетами огромный объем работы. Это и обращение в архивы, и поиск самих граждан, у которых на руках должен быть определенный перечень документов. Будьте более сознательными, излишней волокиты, возможно, было бы куда меньше. Эти права, к сожалению, до нас еще не дошли. То есть люди зарегистрировали свои права, у них есть документы, старое свидетельство, регистрационное удостоверение, но эти документы, эти сведения к нам не поступили. То есть люди к нам не пришли. С учетом того, что этих сведений у нас нет, мы сейчас проводим работу по выявлению правообладателя вот этих объектов недвижимости. Представители ведомства рассказали журналистам о порядке регистрации договоров долевого участия и предоставлении необходимых сведений для единого государственного реестра недвижимости. Кроме того, репортерам сообщили о ряде других не менее важных деталей, которые должны знать граждане. В частности, об использовании экскроу-счетов и установлении публичного сервитута. После заключения договора долевого участия, регистрации его в Едином государственном реестре недвижимости, дольщик открывает специальный счет, на котором блокируются его денежные средства до окончания строительства и СКРУ-агент, то есть банк, после окончания строительства перечисляет эти деньги застройщику. Что это дает дольщику? В первую очередь защиту его финансов от неприятных сюрпризов. Он либо получит готовое жилье, либо вернет назад деньги, даже в том случае, если застройщик окажется не способен выполнить обязательства. Другое дело, что эскроу-счет относительно новый для России продукт, и пока далеко не все банки с ним работают. Кроме того, строительная компания не может использовать средства дольщика на текущие нужды, а значит, вынуждена брать кредиты под проценты, что в конечном итоге непременно скажется на цене жилья. Впрочем, как говорят эксперты, в нашей республике проблем в этом направлении пока нет. Артур Махцера, Солбердиев, Вести Карачаево-Черкесия. В Черкесске названы победители регионального конкурса «Экспортер года». Организатор его проведения – центр «Мой бизнес Карачаева-Черкесии». Это ежегодное знаковое мероприятие для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих на международном рынке. Основная идея конкурса – показать, что малые и средние предприятия имеют все шансы вывести свою продукцию на экспорт. И этим действительно выгодно заниматься. Бесспорно, у компаний, которые заинтересовались экспортом и решили выйти на внешние рынки, возникает ряд преимуществ и возможностей. И в этом, конечно, плюс. Компания «Бумфа Групп» победила в номинации «Прорыв года». Участвуют они в конкурсе «Экспортер года» во второй раз и занимают первое место. Это одна из известнейших компаний на отечественном рынке ватной бумажной и текстильной санитарно-гигиенической продукции. За время работы она успела завоевать репутацию надежного производителя, выпускающего качественную продукцию. Ее ассортимент насчитывает более 200 наименований. Уверенный рост масштабов производства обусловлен спросом на выпускаемую продукцию, обеспечивая экономическую безопасность в это непростое время. Такие предприятия используют свои силы и возможности для того, чтобы не только обеспечить стабильность своего бизнеса, но и внести вклад в развитие экономики. «Бумфа Групп» всегда достигает своих результатов только коллективно. Поэтому от лица компании я хочу выразить всем организаторам конкурса спасибо огромное. А наша компания не стоит на месте, она развивается. Наша деятельность началась в 2001 году. Экспортировать товар мы начали в 2008 году. На данный момент у нас экспорт уходит на Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Армения, Грузия и ближайшие все страны СНГ. В конкурсе «Экспортер года» победители в трех номинациях. В сфере агропромышленного комплекса лучшими стали «Аквалайн-экспорт». Местный рынок минеральной и питьевой воды очень популярен. Вскоре многим бизнесменам представится возможность к участию в выставке в Дубае. Их продукция там популярна. Не менее востребована сфера промышленности. Победителем в этой отрасли стала индивидуальный предприниматель Медина Тамбиева. Предприятие находится в городе Черкесске. Занимаются производством одежды любого возраста. Более 50 человек на стабильной основе, независимо от сезона, работают круглым годом. Поставляем, конечно, ближние зарубежья, Беларусь, Казахстан. Благодаря российскому экспортному центру «Мой бизнес», промышленная палата. Вот недавно тоже были на международной выставке, тоже заключили договора. И, конечно, это все стимулирует, когда у нас со стороны такая поддержка, дает силы, уверенность идти вперед. Надеемся на дальнейшее развитие и выйти на Европу. Планы амбициозны и выполнимы. Для этого наши производители прилагают усилия, чтобы качество выпускаемой продукции соответствовало стандартам. Стараются на совесть. И главное отличие в их деле – трудолюбие – было отмечено на награждении. Конкурс у нас проводится с 2018 года, и мы с удовольствием наблюдаем динамику, когда кратно возрастает интерес со стороны бизнес-сообщества на участие в подобных мероприятиях. Данный конкурс способствует популяризации экспортной деятельности. Поддержка рассчитана в целом на весь бизнес. Конечно, так как мы являемся легкопромышленным регионам, легкопромышленность является одним из таких столбов экономики. Развитие экспортного потенциала не только Корчаева-Черкесии, но и в целом всей Российской Федерации является одним из приоритетов деятельности всего нашего правительства, заключил Артур Езаов. Экспортеры сейчас работают в непростых условиях. Однако бизнес всегда стремился к развитию и расширению географии сбыта товаров, что придает импульс экономическому росту в нашей республике, укреплению репутации Корчаева-Черкесии и ее инвестиционного потенциала. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Центр поддержки экспорта продолжает свою работу. В нем прорабатываются новые направления помощи предпринимательства, которые позволяют расширить географию сбыта товаров, повысить конкурентоспособность, что будет способствовать только росту экономики в нашей республике. «Наиболее популярна – это пищевая продукция, это наша минеральная вода, наши напитки. Но также хочу отметить, что в последние годы особой популярностью у нас является именно легкая промышленность. Мы как раз не так давно были на выставке в Казахстане, в городе Алматы, и наша продукция тоже там была очень востребована, и были подписаны даже два контракта». Музыкальные номера вечера задавали мероприятию праздничный настрой. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Корчаева, Черкесия. Такое отражение экономическая действительность Корчаева, Черкесия нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч!